В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты-Яго с протяженностью 272 километра. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. Проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства Касымжомар Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты-Чугучак. В целом железнодорожная линия Бахты-Яго с позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 миллионов тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. В последние годы объемы контейнерных транзитных перевозок значительно выросли. Транзитные коридоры расширяются. Вот сегодня один из крупнейших проектов строительства железной дороги Бахты-Ягос. Премьер-министр отметил, что строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1700 человек. Освоение рудников и открытие разгрузочно-погрузочных станций также позволит создать новые рабочие места. К 2033 году на китайском направлении планируется привлечь дополнительно до 20 миллионов тонн грузов. Благодаря этому проекту часть грузоперевозок будет направлена на железнодорожную линию Бахты-Ягос и Международный железнодорожный вокзал Бахты-Шау-Ящек. Все это положительно скажется на экономике не только области Абай, но и всей страны. Как отметил канат Аль-Магамьетов, строительство двухпутной линии – это залог того, что она будет сразу с достаточной пропускной способностью. Эта железнодорожная ветка, в первую очередь, конечно, она позволит пропускать транзитные грузы на Россию с Китая и с России на Китай. Товары, идущие из области Абай, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и других областей, будут проходить по этой ветке. В целом, это будет дополнительный приток транзитных грузов и импульс развития близлежащих территорий. Долшин Шекертхан Жулзай Марат Кызы, Телеканал Семей.